Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня я хочу сделать выпуск, который будет такой наполовину шуточный, наполовину очень серьезный. Опытные яхтсмены и неопытные периодически лажают. Это ни для кого не секрет. Есть яхтсмены, которые не лажают, но они скорее всего... Ну, вы поняли. Короче, у людей, которые обладают опытом, у них ошибки бывают значительно реже, но значительно фатальнее. Потому что ошибки случаются тогда, когда опять-таки недостаточно опыта. Когда условия, которые достаточно жесткие и так далее, что-то недосмотрел, но по мелочам уже, конечно же, не лажают. Давайте мы рассмотрим с вами с десяток основных ошибок, которые возникают у людей, у которых недостаточно опыта. Итак, 10 ошибок начинающего яхтсмена. Погнали! Первый факап, который случается обычно на лодке, это связано с веревками. Итак, у нас есть большое количество веревок, которые там как-то валяются. Мы их там не собираем по каким-то причинам непонятным никому. Короче, вот это вот все вот так происходит. Вы начинаете спускать парус. Вы все подготовились, у вас как бы уже все готово к открытию молотка. И вы делаете так, вы становитесь, короче, вот сюда вот, в центр веревок. Открывается молоток, фал летит с огромной скоростью, потому что парус начинает под давлением падать вниз. И что получается? Вот эта вот вся фигня, вот эта вся бухта, она цепляется за вашу ногу и начинает вас поднимать на лебедку. То есть вы можете об лебедку удариться рукой, ногой, вам может сломать там ногу об молоток, еще что-то. То есть может произойти травмы, которые впоследствии приведут к каким-то еще более серьезным последствиям. Потому что потеряв работоспособность, вы теряете одну одного человека, который в состоянии управлять лодкой. А лодкой может быть больше, некому управлять вообще. Поэтому, если вы ходите по палубе, то только так, чтобы все веревки находились сверху. Никаким образом вы не ходите поверх веревок. Это очень важный момент. Так, теперь следующий подпункт. То есть это все, что связано с вот этим вот мессом. Я буду давать примеры. Это как бы все относится к одному пункту. Далее. Вы берете веревку руками и просто тупо открываете молоток. Что происходит? Парус имеет под собой огромную-огромную энергию. И рукой, естественно, вы фал не удержите. То есть фал начинает лететь с огромной скоростью. Вы пытаетесь его удержать. С руки снимает кожу. И происходит все очень-очень болезненно. Поэтому никогда не открываются молотки до тех пор, пока у вас нету нескольких оборотов на лебедке. Вы несколько оборотов в лебедке сделали. Вы открываете молоток. И только потом подконтрольно отпускаете веревку именно с лебедки. То есть это очень важный момент. Это тоже может провести к серьезным травмам. Итак, пункт первый под пункт третий. А когда мы открываем передний парус, у нас он почему-то называется стаксель, вообще это джип. Но если мы говорим о терминах, которые используются в англоязычном мире, это называется head sail. То есть просто головной парус. Main sail это грот. И то, что у нас почему-то называется стакселем, у них они часто называют неформально head sail. То есть голова, парус. Итак, для открытия ничего сложного. Мы просто отпускаем фурлер. То есть мы открываем вот этот молоток. Скрутка вся уходит вперед. И соответственно шкотом мы его натягиваем. То есть это стандартно. Сейчас у нас идет не обучение парусу, а уже есть понимание того, как это все происходит. Что у нас обычно происходит с шкотом на другой стороне лодки? Все же опытные, все в курсе дела. И чтобы шкоты не валялись по всей палубе, их обычно закрепляют. Закрепляют где? Неправильно. На леерах их закрепляют. Вернее как? Правильно, что их закрепляют, но на леерах неправильно. Вот. Давайте покажу в чем проблема. Как вам показалось? С одной стороны шкот одет на лебедку. С другой стороны он у нас висит вот так на леере. Когда с одной стороны натягивается парус, с другой стороны вот этот вот шкот начинает так же выходить. И он начинает натягивать и сворачивать вот эту вот всю конструкцию. И если хороший порывчик, то просто отрывает леера. Ошибка пункт 1.3. Ну что, давайте перейдем к следующему пункту. Это тоже касается пункта 1. Но только это под пункт 4. Видите, сколько у нас вопросов даже в одном пункте. Но это только здесь. Дальше будет все попроще. Итак, в предыдущем пункте я вам показал, что все-таки нельзя хранить веревки на леерах. Их нужно хранить где-то в другом месте. Бывает такое, что их бросают на борт. Вот просто вот так вот они лежат. Это очень грубая ошибка, потому что хорошо, у меня есть сетки. Но обычно сеток нет. Что происходит? Правильно. Вся вот эта вот штука просто себе спокойно вот в этом месте вот так вот просто улетает за борт. И что у нас получается? Внимание. Мы себе прекрасно мотаем все это на винт. И теряем возможность движения. Но о том, что такое намотать на винт и к чему это может привести, давайте я вам покажу на примере, который произошел несколько лет назад в Греции. Два катамарана берутся в чартер. Два экипажа. Экипажи не очень подготовленные. Первый катамаран начинает ставить парус. У них что-то идет не так. Выпадает за бортшкот. Они мотают его на один винт, потом на другой. Пытаются с этим что-то делать. Катамаран теряет управление. В этот момент к ним подходит второй катамаран с другим экипажем их друзей. Берет их на буксир, начинает волочить их на буксир. Но опять-таки из-за шкотов вроде как, я точно историю уже не помню, но это и не важно. Короче, они теряют управление. Вроде тоже этот шкот мотается на винты первого катамарана. И оба катамарана высаживаются прямо на камни. Первый затапливается, второй остается просто торчать на камнях. Это к слову о том, к чему может привести просто веревка, которая выпала за борт. Как вы уже поняли, с порядком на лодке это очень важный момент. Итак, решение вопроса. Мы берем и все веревки, все шкоты, фалы, и рифы, и скрутки, и все. Мы все бухтуем, связываем и кладем их либо в мешки, в которых лежит у нас вот это все. Либо развешиваем их так в тех местах, в которых они должны висеть. В зависимости от лодки. Но никаких свободно валяющихся веревок на лодке быть не должно. Ну и небольшой паскриптум. Почему я использую веревки, а не правильные слова? Потому что у нас яхтинг без ***. И давайте называть вещи своими именами. Это же, блин, в конце концов просто веревка. Сейчас, наверное, адепты терминологии там такие разворачивают. Ну а я буду называть так специально, потому что я хочу быть свободным. А это все ограничения и вся эта хрень, это просто ограничения ментальности. И я не хочу с этим ограничением находиться. Поэтому я использую именно свободную интерпретацию. Ладно, на этом поехали. Следующий пункт. Эль Тузо. Очень часто на небольших переходах мы не поднимаем Тузики на кран-балки, а мы просто волочим Тузик за собой. Если есть небольшая волна, то Тузик можно волочить на коротком поводке. У нас он сейчас здесь просто на цепи находится. Но на самом деле на коротком поводке очень неудобно, потому что очень идут резкие рывки на волнах. Поэтому что мы делаем? Мы добавляем ему длины. Итак, поводок для Тузика становится длинный, 6-7 метров, и он волочится достаточно сзади. Так вот. Вот представьте себе. Вот у нас есть там длина поводка Тузика, там метра три. Потом у нас есть еще вот такая вот штука. Вот видите, куда она идет. И вот Тузик где-то там находится. Мы подходим, бросаем якорь. Поставили. Включаем реверс. И начинаем идти назад. Правильно. Веревка Тузика прекрасно себе тонет. И тонет она куда? На винты. И вы получаетесь, не полностью установив якорь, в ситуации, когда вы уже двигаться больше не можете. Поэтому нырять, разматывать, и вся вот эта вот фигня, которая возникает в процессе, никакой радости для яхтинга не приносит. Не забывайте, когда вы подошли к месту постановки на якорь, подтяните Тузик и оденьте его на короткий поводок. Далее. Ошибки, которые возникают часто у новичков. Это отсутствие плана действий. Об этом говорят постоянно. Но что же это такое? Славянские люди страшны не тем, что они начинают факапить при отсутствии плана действий. Они страшны своей импровизацией. Поэтому совершенно четко можно понять, когда у людей нет плана. Когда вы видите, подходит лодка, все бегают, что-то делают, кто-то кричит, на кого-то ругаются, ты не то взял, ты не то потащил. Знаете, плана не было совершенно. Когда лодка подходит, вы видите, что она идет не очень идеально, не туда может быть, еще что-то происходит. Но все стоят, каждый с фендером, с веревками, с муринглайном, уже там тащит его вперед, значит план есть. Но просто что-то идет не так. Эта ситуация абсолютно нормальная. Можно помочь, можно что-то сделать. Это совершенно нормально. Но когда люди сами не понимают, что они делают, здесь очень тяжело даже чем-то помогать. Если не просят, не помогай. Если просят, помогай. Очень правильное правило. Так вот, когда вы видите, что лодка идет абсолютно четко, делая, даже пускай неправильно, но каждый занят своим делом, знайте, план есть. И это люди, которые делают все нормально. Если кипиш, хаос, там что-то происходит, это как раз то, что приводит к ошибкам. Потому что одна ошибка везет за собой следующую, после нее еще одна, еще одна, они накладываются, в результате получается полная жопа. Так вот, чтобы это не было, чтобы этого не было, очень важно четко, заранее продумать, что вы будете делать в этой ситуации, что может пойти не так. И если что-то идет не так, кто и что делает в этой ситуации. Четкий план. Британцы говорят, что успех состоит на 50% из подготовки. Очень мудро. 50% успеха, это правильная подготовка. То, как это должно быть. Следующий пункт. А следующий пункт, давайте мы с вами рассмотрим, это касается прогноза погоды. Я когда-то уже проводил большой мастер-класс по прогнозу погоды. Ну, давайте я сейчас кратенько расскажу, на что стоит обращать внимание, а на что нет. Просто возьму прогноз погоды, скачаю грипп файл, и покажу, с чем связаны основные сложности. Итак, вы выкачиваете прогноз погоды. То есть, это обычный грипп файл, я думаю, вы уже знаете, как это делается. Но, тем не менее, вы смотрите, вот как здесь, в данном случае, прогноз погоды, сила ветра составляет 7 узлов. Вы смотрите, ну, ветра нету, значит, помоторим, как бы все окей, хорошо. И потом оказывается, что прогноз погоды не совпадает. Не совпадает на сколько? Смотрим другой параметр, такой как ГАСТ. ГАСТ это порыв. Порыв показывает 16 узлов. То есть, у нас есть 7, и есть 16, которые в два раза больше. Отлично. А теперь умножим немножечко, а теперь сделаем немножечко другую математику. 7 и 16 не проблема, а 16 и 30. Это приблизительно точно такая же пропорция. Но, кроме этого, есть еще и другие параметры, на которые обычно не обращают внимания. Например, такие, как дождь. Может быть, гроза. Под грозовыми тучами ветер разворачивается и полностью меняет свои характеристики. Он может быть порывистый, может быть, дуть шквалами, может быть, что угодно. Можно попасть в очень неприятную ситуацию. Берем дальше. Смотрим. Кейп, электромагнитная составляющая. Вы выходите, на этот параметр вообще никто обычно не смотрит. Вы попадаете в какую-то страшную грозу, которую в прогнозе не было. Конечно, не было, потому что даже туч не было. Но зато кейп был и начало молнии пробивать прямо через атмосферу. Да, к сожалению, так тоже иногда бывает. Поэтому, нужно смотреть все параметры и, исходя из всех параметров, уже делать аналитику прогноза погоды. Ну и вообще, классический случай, когда вы заходите на швартовку в марине и у вас муринг-лайны, которые идут с носов других лодок, вы проходите достаточно близко и просто их цепляете на киль. Это вообще просто классика жанра. Это ужасно, потому что вы начинаете собирать все лодки, все начинают матюкаться, вы застряли, у вас там выключился мотор, киль вам не дает ничего сделать, там эти все лайны тянутся к вам, вы бросаете швартовые на другие лодки и стоите таки, как паук посреди марины и во все стороны вы растянуты и люди ругаются, но держат вас, потому что глупых надо спасать. И потом приезжает маринера, начинает вас распутывать, короче, все это настроение вам точно не добавляет и потом баночка пива просто, чтобы вот эту вот дрожь убрать с рук, зачем? Просто отходите немножко дальше и контролируйте не только, как там ветер несет, нос, как идет, там корма, как идет, а еще и насколько близко вы находитесь к другим лодкам, чтобы не наматывать ничего себе на киль, на винты и везде. Давайте опять затронем тему муринга. Вы находитесь в марине, вы стоите уже зашвартованные, то есть у вас, допустим, вы зашвартовали стернин, то есть жопой к пирсу. у вас идет два кормовых лайна, то есть два швартовых, которые идут на берег спорт и старборд и идут носовые, которые тянутся на мессенджерах от пирса и с носа идут два муринга, которые идут там к какому-то там бетону или к цепи, которые находятся уже в глубине. То есть так обычно очень часто швартуются в Европе. Особенно там Франция, Испания, в этих частях, Греции там конечно не так, но на Лазурке и на всякие там Коста-Браво в этих районах швартовка происходит именно вот таким вот образом. Итак, что вы делаете? Вы сбрасываете сначала там, например, кормовые, ну в зависимости от ветра, но в данном случае не важно. Вы сбрасываете кормовые швартовые и начинаете по чуть-чуть двигаться вперед, потому что носовые вас чуть-чуть подтягивают. Кто-то стоит на носу, отцепляет, бросает их и говорит свободный. Это стандартная практика, это вообще стандартное решение. Что делает шкипер? И пошел. Но, так как вы стояли уже допустим ночь на швартовке в Марине, швартовые высохли. Вот эти муринги, они сухие, они не тонут, они начинают так очень плавно опускаться. Вы даете газ, просто мотаете их там на винты, на киль, на радар, на все вот это вот счастье, у вас намотаны все вот эти веревки, которые с дна подняты. И, собственно, все, и начинаются повреждения других лодок в Марине, вашей лодки в Марине. То есть, с того момента, как бросили швартовые, у человека должна быть четкая инструкция, что они должны утонуть, и когда человек видит, что скорость, которая не тонут, он говорит, можно двигаться, и тогда только можно двигаться. У меня была история, когда я стоял в Марине в Испании, возле Барселоны. У меня произошла следующая история. В Марине 2,7 метра или там под 3 метра глубина. У меня у лодки 2,5 практически. муринги находятся на дне, но там может они как-то на чем-то, ил, грязь, там все дела, и я на заднем ходу аккуратно выходил, их с дна поднял, естественно, намотал на киль, намотал на винт, но здесь в этой ситуации я долго ждал, пока они упадут на дно, но просто было очень мелко. Поэтому, если Марина мелкая, вы должны четко понимать, что шанс поднять муринги у вас есть, поэтому вам нужно быть готовым, что придется нырять, придется вот это все с дна снимать, а там гаденько, поверьте, в Марине. Ну, что можно сказать еще из прикольного? Якоринг. На якоринге случается масса-масса всяких ненужных приколов. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как ставить лодку на якоринг, но что может быть? неправильно рассчитана глубина относительно длины цепи. Вас понесло. Лодку несет, это вообще классический вариант, но, естественно, здесь вам нужно смотреть внимательно, как стоять. Далее, при смене ветра очень часто ночной ветер, дневной ветер меняются на 180 градусов с берега на берег. Вы стоите, рассчитали одну длину, у вас там вывалено 100 метров цепи, вы стоите просто как на железобетоне, а ветер меняется ровно в обратную сторону, вы там где-то на 50 метрах разворачиваетесь и начинаете сносить всех, кто выбросил 25 метров цепи. Это тоже достаточно классический вариант, когда лодка разворачивается при смене ветра и начинает там собирать всех. Ну и третий клевый вариант, люди, которые ходят часто в Греции наверняка об этом знают, когда бросают якорь поверх других и другая лодка начинает с утра выходить и собирает весь этот пучок, потом приезжают водолазы и за 200 или за 100 евро ныряют и все это распутывают и приводят в порядок. Это достаточно болезненная и распространенная практика, особенно у тех, кто только начинает ходить. Те, кто давно ходят, также этим страдают, это бывает у всех. Но просто чаще всего это случается у людей, которые не до конца понимают, как лежат у других якоря. на этот момент тоже обращайте пожалуйста внимание. Так, что еще бывает из прикольного? Ну, такого именно вот фатально прикольного. Когда вы идете каким-либо галсом, левым, правым, особенно тем галсом, который приоритетный, очень часто у вас открыт парус на какую-то из сторон и вы под него не смотрите. Так вот, это может привести к такой истории, как случилось в Италии, когда монохол зашел просто в нос катамарана и просто ему разломал два поплавка и катамаран затонул. Это связано с тем, что просто ни на лодке, ни на катамаране они не смотрели под парус. Ну как, они может быть и смотрели, но из-за того, что парус перекрывает основной обзор, была не замечена с одной лодки катамаран, с катамарана не замечена лодка. И получилось достаточно серьезное повреждение. Все остались к счастью живы, но тем не менее одно плавсредство затопили. Под парус смотреть обязательно, выглядывать, если не видно, обходите, выглядывайте и смотрите. Если вы рулите, руками они на автопилоте, можно отвернуть чуть в сторону, завернуть обратно, ничего, это быстро. И вы будете видеть, что перед вами происходит. Поэтому под парус тоже очень внимательно смотреть. Такс, далее, пункт по поводу одежды, обуви и всего-всего-всего. Если вы работаете много руками, у вас мануальные лебедки, естественно, вам нужны перчатки. Если у вас лебедки электрические, понятное дело, что вы там сильно руками не работаете, но укладывая веревки в бухты, вам также нужно, чтобы они проходили через руки, и вы можете просто пожечь себе кожу, перчатки нужны. Очень важный момент. Почему нужна обувь? Если вы находитесь и что-либо делаете на вахте, без обуви ходить по лодке запрещено. Табу. У меня на ноге два перелома пальцев, потому что обычная якорная стоянка, места полно. Заходишь себе на якоре вообще совершенно спокойно, ковыряясь пальцем в носу, козявки от бими не вымазывая. И думаешь, зачем мне нужна эта обувь, я и так справлюсь. Бросаешь якорь, а он такой и застрял. Или там начинает выматывать винласс, он выматывает, выматывает, куда-то там набивается, этот якорь не падает, оно заживало, и все. И вас начинает куда-то нести. Вы такой выбегаете и тут так с размахом в каретку. так два раза у меня было, оба раза у меня перелом второго пальца, ну не мизинца, а следующий, который, короче. На лодке очень много элементов, в которые можно зацепиться на ковы. Вот, например, вот. Оп. Как раз под палец. Обувь это очень важно, очень важно. поэтому не травмируйтесь и будет вам великое счастье, потому что даже сломав палец, вы скорее всего доделаете все, что вам нужно до конца, ну или там будете валяться там возле этой каретки, но все равно никто за вас это не сделает. Поэтому придется все равно встать, там сцепить зубы, сделать все, что нужно, а потом уже там собирать там кровь с палубы, смывать там, палец собирать там, куда-то в больницу ехать. Это никому не нужно. То есть обувь очень важна и особенно на маневрах, особенно на швартовках, все, кто задействованы в процессе, обязательно должны быть в обуви и не в шлепках, а с закрытым верхом. Такие кроксы, кстати, подходят. Теперь просто несколько советов лично от меня, это уже не связано с покапами, которые вот я вам озвучил. Во-первых, если вы облитые водой, сразу переодеваться, ни в коем случае не сидеть в мокром, можно очень сильно простудиться. Далее, один из таких очень важных моментов, вы находитесь в море, соленый воздух, соленый воздух забирает из тела влагу через кожу, вы начинаете очень быстро терять воду. Вам пить не хочется, вы не пьете или вы чем-то заняты, вы отвлекаетесь и у вас происходит дегидрация, вы ее не замечаете, но голова начинает соображать значительно медленнее. Очень простой тест, вы идете в туалет, смотрите в унитаз, если моча цвета такого, как темная-темная, значит, вы недостаточно много пьете воды. Нужно заставлять себя пить. Если, как бы, моча прозрачная, значит, все окей, у вас с балансом влаги в организме все хорошо. Ну и очень важный момент, который даже, наверное, не стоит обсуждать. Если произошла любая маленькая поломка, если у вас в парусе чуть-чуть он разошелся по швам, вы думаете, да нет, сейчас я дойду и его сделаю. Так вот, скорее всего, не сделайте, потому что может дунуть, парус разлетится, или испортятся погодные условия, или еще что-то произойдет, парус разлетится. То же касается и механических поломок. Если что-то сломалось, сразу отключайте и ремонтируйте. Если сейчас это невозможно перемонтировать, вам нужно дотянуть до Марины и там ремонтировать, значит, этим узлом желательно не пользоваться или понимать, осознанно понимать риски, которые могут случиться в процессе. Но это так, это больше советы, они к данным случае к факапам не относятся, но тем не менее. Вот, друзья, я вам очень детально рассказал о 10 самых распространенных ошибках, которые появляются у новичков, у опытных. Эти ошибки точно так же появляются, не будем кривить душой, просто у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, может, уже там не мотаешь муринги или там муринг-лайны не мотаешь на киль, но тем не менее иногда там поднимаешь что-то зна, наматываешь там какие-то веревки на дне валяющиеся себе на винты, это все происходит у всех. Поэтому не стоит в этом случае как-то там переживать, там себя как-то там, не знаю, недооценивать, все нормально. Это ошибки, которые возникают абсолютно у всех. Это, еще раз повторюсь, абсолютно нормальная практика, только так можно набрать опыт. Опыт набирается через большое количество ошибок, но просто желательно не делать ошибок, которые могут привести к очень плачевным результатам. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, смотрите наш канал. Меньше лаж, больше опыта, больше удовольствия от яхтинга и поменьше негативных эмоций. Это же отдых, это же прекрасно. Нужно его оставить именно в таком первозданном виде и не портить себе настроение. Еще раз, набираемся опыта, подписываемся на канал, ставим лайки, и до встречи в следующем выпуске. Пока!